Темой нашего сегодняшнего обсуждения будет заявление Станислава Познякова, председателя Олимпийского комитета России, который применил термин «иноагенты к теннисистам», желающим участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом. И это заявление вызвало эмоциональную реакцию со стороны заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. В данном выпуске мы обсудим эту спорную ситуацию. Просьба подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе последних новостей и не пропустить новые видео. Итак, продолжим. Начнем с того, что Позняков ранее выразил согласие с мнением Ирины Винера о том, что российские спортсмены, участвующие в Олимпиаде, представляют команду бомжей. Однако он отметил, что теннисисты не вписываются в эту категорию, предложив вместо этого назвать их командой «иноагентов». По его мнению, эти спортсмены большую часть времени проводят за границей, зарабатывают там же и при этом заявляют, что играют за себя, критикуют политику своей родной страны. Татьяна Тарасова, в свою очередь, выразила свое возмущение такими высказываниями. Она считает, что это оскорбительно и несправедливо по отношению к спортсменам, которые решили участвовать в Олимпийских играх и выступать за Россию. Тарасова подчеркнула, что спортсмены не виноваты в том, что их отстранили от участия и что у них короткая спортивная жизнь. Она также заметила, что Позняков, по-видимому, не понимает психологию спортсменов и, несмотря на то, что он является руководителем, никто не давал ему права так высказываться. Многие поддерживают позицию Тарасовой, включая комментатора Губерниева, который утверждает, что статусы на агента могут присвоить только официальные органы. Он считает неприемлемым такое отношение к уважаемым спортсменам. Евгений Плющенко и Яна Рудковская также выступают в поддержку участия российских спортсменов в Олимпиаде, подобно Губерниеву и Тарасовой. А депутат Жорова заявила, что теннисисты стали иноагентами не по своей воле. В целом, в России считают, что решение об участии в Олимпийских играх – это личное дело каждого спортсмена. Однако те, кто решит поехать, должны быть готовы к возможной негативной реакции общественности. А вот как заявление Тарасовой комментирует в социальных сетях. За какую Россию они будут выступать? Неизвестно из какой страны, неизвестно за чьи интересы, без флага и гимна. Правильно о них Виннер сказала «Команда бомжей», – пишет Ольга. Насколько я понимаю, нейтральный статус предполагает, что спортсмены будут выступать за себя, а не за Россию. А уж теннисисты, которые и живут в других странах, и гражданство уже давно имеют других стран, вспоминают о своем гражданстве только если играют в командном турнире. Поэтому для них данная Олимпиада очень подходит, считает Марина. Нет уж, пусть из себя выступают. И унижать их пусть будут, как нейтральных, а не как наших. Не хочу больше, чтобы унижали Россию, – комментирует Елена. Продолжим наш разговор. Как известно, российские спортсмены допущены Международным Олимпийским комитетом к участию в индивидуальных видах спорта на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В России этот формат допуска считают дискриминацией. При этом Олимпийский комитет России не финансирует нейтральных спортсменов, и критика тех, кто хочет участвовать в играх, стала обычным делом. Тем не менее, теннисисты не были отстранены от участия и продолжают выступать в нейтральном статусе. Между тем, Россия наращивает число своих статусных турниров. Вскоре пройдут игры дружбы. При этом недоброжелатели пытаются лоббировать требования, чтобы участвующие в Олимпиаде россияне отказались от игр дружбы. Большое недовольство в России вызвало и то, что Томас Бах, глава Международного Олимпийского комитета, в беседе с пранкерами утверждал, что просил коллег из одной недружественной России и страны контролировать действия российских спортсменов на Олимпиаде. Тем временем, Международный Олимпийский комитет слишком затянул с допуском российских спортсменов к участию в Олимпийских играх, что привело к тому, что многие из них пропустили важные квалификационные этапы. В свете этого, даже при самом благоприятном раскладе, российских спортсменов на играх будет очень мало. Кроме того, есть случаи, когда спортсменам просто отказывают в визе, оправдывая это мерами безопасности. А как вы относитесь к этой ситуации, уважаемые зрители? Есть для вас ценность в том, что кто-то из спортсменов будет выступать в нейтральном статусе? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Будем рады видеть вас снова. Всем добра, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok